Что сейчас вы делаете в Минске? Я снимаюсь для канала НТВ, это фильм «Вспышка». «Эко-студию» снимает, это «Я надеюсь, получится». Опять же, сложно говорить «Я надеюсь, получится». Потому что фильм либо случается, либо не случается. Команда золотая. Но у нас комьюнити по всему миру раскидано. Цеха, костюмеры, гримеры, продюсмены – это все варьируется. Это как цыганщина. «Богема» – это же цыганщина. «Богема» в нормальном, не в пафосном понимании. У нас даже была мысль сделать одинаковые татуировки комьюнити, чтобы можно было в баре сидеть с девчонками сидеть. «Привет, сестра! Раз показывает тебя хлопушка, 35 проекта, она тебе показывает 73. Ну что, шампанское возьмем в номер?» И уже за это время вы успели высказаться о белорусах. Вот эльфом я себя никогда не ощущала. Объясняйтесь, Иван Иванович. Ну, во-первых, я попал в Хавьер. И в Хавьере я столкнулся с удивительной способностью белорусов к жертвенности, к доброму отношению. И вообще до этого у меня хорошие были отношения. А там еще нас свела такая ситуация. Там смешно. Идешь, мы сделали такие патрули. Люди выключали машины. Не дальнобойщики, а обычные. Кто застрял, кто понял, все до утра. Трехметровые сугробы, все пропало. Ну что, замерзаешь, там мгновенно остывает корпус. И такой, ты в машине сидишь, стук, пук-пук. А это как раз интернет шли. Пук-пук-пук, ты открываешь окно. А там доктор Быков лезет, говорит, вы живы? И у тебя такой, неуверенность. 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 А потом, ну вот сколько я не сталкивался, всегда меня поражали белорусы с такой открытостью. Это говорит о внутренней, я не знаю, врожденном стержне, мужественности какой-то, цельности, которая тебе позволяет открыться и ничего не бояться. Кино. Как вы думаете, какие сейчас идеи занимают мир? Коммерческие. Все, что хорошо продается? Да. А что хорошо продается? Продается всякая ерунда. Чем ерундовее, тем продается лучше. Люди устали думать? Устали думать, но, по-моему, люди уже напрягаются от того, что так относится к кино. Потому что последнее, вот то, что мы смотрели, там, «Мстители», мы уже вышли опечаленные. Там вывалились все. И человек-карандаш, и человек-бумага, и человек-какашка, и человек-муха, и воробей. И все человеки вывалились, и надоело, и запутались мы. А если вот ближе к нам вот «Чернобыль» тема, она вообще вот как-то затронула, что-то новое открыли, вот посмотрев ленту? Потому что мы немножко вот так встрепенулись. Ну, у нас же мы делаем все в последнюю очередь. Мы сначала в рот американцам смотрим, потом, значит, пытаемся копировать это все дело на две копейки, параллельно уворовав половину бюджета. Ну, как обычно случается. Я думаю, все наладится. Это дело времени было. Нас увлекли на какой-то период рыночной экономикой. Задурили славянам голову. И мы все с присущей нам непосредственностью кинулись. И все сразу. У нас все девки-престудки должны быть. Мужики-бандиты. Беспредел. Но сейчас уже люди пришли в себя, уже люди цивилизованные. Слава богу. Снимаются. Нормальное кино снимается. Когда к вам приходит заявка на очередное интервью, что вы чувствуете? Я чувствую легкое неудобство от того, что мне уже нечего сказать нового. Я вроде как уже и сказал тысячу раз. Иной раз где-то наврал. Там в силу. Потом напомнили другие, да? Очередным вопросом. Потом уже частью ее вымышленной жизни жил. Мне не очень надо. И уже давно потребность эта отпала. Мне бы поменьше этого всего дела. Потому что я не думаю, что уж я такой вот прям культурный феномен. Чтобы его можно было со всех сторон разглядывать. Мне хочется и пожить своей жизнью. И быть нелепым где-то, где мне надо. И одеваться, как я хочу. И не подстраиваться. Сам пиар начинающим ребятам нужно. Меня Ролан Антонович Быков учил. Он говорит, при общении с журналистами хорошо работает такая схема. Вот ты встречаешься с человеком, ну, примерно представляешь, каким он тебя видит. Если он видит тебя мерзавцем, будь мерзавцем. Вот сделай приятный журналист. Ну, туда какой-нибудь элементик приятный. Это отрицательное обаяние. Чтобы порадовался, да? Лежит, что хорошо сделал работу. И наоборот к тебе. Человек от тебя, ну, любит тебя. Видно, что любит тебя. Ты туда гнильцы. Тут многоплановость. Теннис создает объем. Вы признавали, что хотели стать волшебником. Самая близкая профессия к волшебнику – это режиссеру. Тем не менее, пошли учиться, сняли одну картину и поняли, что не можете быть Наполеоном. Наполеоном. Ну, во мне нет необходимого для режиссерской деятельности административного ресурса. Я снял первый фильм со своего курса. Снял все честно. Потом сижу на монтаже с милой дамой. Монтирую, смотрю. Один глаз у меня прямо, а другой налево смотрит. Я понял, что такое переутомление я просто в будущем не вынесу. Я свихнусь. Я не нашел пока тему, за которую готов получить инсульт. А я сижу, нервничаю. Этот оператор ушел. Артист закобянился. Артистка заплакала. Что-то не светит. А я должен помнить, что художественная составляющая. Я должен еще примерять группу. Ну, вот, нет во мне полководца. Мне писать нравится больше всего. Сниматься ничего, кстати. Но писать мне больше нравится. Вы верите в понятие призвания? Не знаю. Я думаю, что у каждого человека есть призвание и не одно. Я горько сожалею, что не научился играть ни на одном музыкальном инструменте и рисовать. Я был бы счастлив, честно говоря. Это всегда профессия в руках. Нету денег нарисовал, продал. Проблем продать как раз нет. Но актер снялся. Вас потом. И первый год, и второй, и третий, и десятку. Нет, нет, нет. Это что-то иное. Это, ну, иное по восприятию. Это неживой контакт. И потом, к себе, когда кино снимается, то очень быстро от него дистанцируешься. И я не знаю, как другие могут быть тем. Есть высокие натуры, которые прям ходят и так мучаются и переживают за прожитые роли. Просто прочее. А у меня, собственно говоря, я себя не ассоциирую с собой же самим, который снялся в фильме на 8,5 долларов или где-то написал ДНБ или там, ну, что-то. Мне кажется, это уже вот ушло. Оно само по себе живет без меня. Цитата опять же. Поил жену, чтобы она не разглядела. А что все-таки разглядело вас? Ну, вообще не думаю, что я красавец. Это первое место. Это вас беспокоит? Нет. Ну, на тот момент это могло быть причиной, что не случилось бы счастья. Потом она могла заподозревать, что я псих или что-то еще такое, что... Потому что она тоже не считала себя красавицей, что, по ее мнению, на нее мог обратить внимание только психопат. И у нас поговорка есть, но никогда не забывай, детка, что я не ухожу, а я насильник, сопротивление приветствуется. Я люблю свою жену. Я всегда с восхищением смотрю ей в спину. Вот так. И мне кажется, что нет смысла особо что-то видоизменять. Все мы одинаковые. Все мы состоим из одних и тех же органов. Как-то идеализировать их дополнительно, это бред сумасшедшего. А надо находить, ну, как, выбрал, надо толком выбрать, во-первых. Не абы как же. Ну, вы быстро это сделали. Один месяц и сразу определились. Минуты три это было. Минуты три я определился. Я маханул и определился, и все. Но если мужчина любит женщину, он пойдет на любые жертвы ради женщины. То же самое происходит и с женщиной. Идеально, когда это совместный брак. И тогда есть симфония. Потом по факту венчания, а мы же большей частью христиане, мы проходим на тот свет по общему списку. У меня единственный вариант помелькнуть мимо ангелов. Так аж незаметно же. С Оксаной они не будут с ней связываться. Я человек грешный, но с ней они точно не будут связываться. Она их заморочит молитвами, и они говорят, иди, иди, иди своего бери. Ну почему любовь у кого-то случается, а у кого-то нет? Ведь вокруг посмотреть все хотят одной и той же любви. Ну да, вот я не могу ответить. Ко мне бывало, подходили девочки. Получается, вы везунчик. Повезло, да. Ну просто мне кажется решительно надо. Хотя это тоже ерунда, это позерство. Вот не придумаешь, нет никаких законов. У нас случилось, слава богу. У кого-то не случается. Ко мне подходят там девчонки на исповеди, в бытность еще в церкви. И вот жалуют, и все хорошо у нее. И красавица. И двадцать семь, пять, двадцать пять лет. И квартира есть, машина есть, сама не зажирная. И красавица, и спортивная. И с минимумом вредных. Когда вообще без вредных, это очень плохо. Это значит, какой-то косяк дальше выявится. Нездоровое что-то. И вот не может встретить молодого человека. И красавица. И то же самое подходит. Приятный человек, спортивный. Все есть. Квартира есть, машина есть, работа есть. Без дури, без особых запросов. Вот таких, чтобы, ну, за пределами здравого смысла. И тоже не может встретить. А сводить нельзя. Ну, оно не сводится. А что вы говорите им? Да. Я говорю, молиться. Я говорю, молиться. Ну, а что я могу сказать? Только молиться и жить дальше. У вас есть любимый возраст? Любимый возраст? Знаете, о котором вспоминаете? На рубеже. Как у всех, детство. Детство? Почему? Да. А он без ответ... Я восхищаюсь Господним творением. В детстве мы безответственны и счастливы. Мы ходим от нас, ничего не требуют. Ну, ой, сё, 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 сладкое, хорошо. Когда приходишь к психологу, мне рассказывали, один из самых первых вопросов. Иван, сколько тебе лет? Мне? Ну, по паспорту мне 53 исполнилось. Нет. Психолог переспрашивает. Иван, сколько тебе лет? Двенадцать. Вот лукавите. Цитаты ваши зачитываю. Человек сам по себе существо составное. У меня недавно был день рождения, я говорил толст и не лукавил. Если изъять из моей жизни семью и друзей, то останется шестилетний мальчик, который... Бредущий по впаханному турнепсом поле, засеянному кормовым турнепсом поле, под высоковольтными линиями. Да. Да, да, да. Где-то так. Вот если всё убрать... Двенадцать. Надо было приукрасить перед телевидением. Себя чуть-чуть. Это радостно? Вырасти не хочется? Да я не знаю, мне никак не удаётся, честно говоря. Я стараюсь изо всех сил. Я делаю где-то мужественные лица или какие-то величественные, но... А переживаете из-за этого? Вообще ни из-за чего не переживаю. А кто-нибудь вокруг из-за этого переживает? Или это ей как раз? Оксана требует от меня решительно стать серьёзнее. Но она не напрямую, но я вижу в глазах, что ей, глядяще на других таких обстоятельных граждан, хочется, чтобы я тоже была... Я говорю, Оксана, ты удавишься, если я стану точно таким же, как вот то, что тебе нравится. В принципе, мне идут костюмы. Я могу выдерживать партикулярный уровень. Я знаю, как общаться, но я не люблю костюмы. Эти отвратительные стрелки. Дети меня ругают всё время. Говорят, ты, говорит, одеваешься безвкусно. У тебя всё хорошее, всё фирменное, но ты, говорит, с закрытыми глазами из шкафа это вытаскиваешь. Я говорю, дети, я лет сорок боролся за право с закрытыми глазами одеваться. Хороший фильм я смотрела недавно, называется «Леди Бёрд». Диалог короткий. Я вот буквально по памяти. Девочка с мамой выбирает ей платье в узкной. «Мама, я тебе нравлюсь?» Мама отвечает, «Я тебя люблю». «Мам, я тебе нравлюсь?» Мама отвечает, «Я хочу, чтобы ты была лучшей версией себя». На что девочка отвечает, «Мама, а если я уже и есть лучшая версия себя?» Вас не трогает этот диалог? Нет, он очень мудренный. В жизни так не говорят. Они, значит, мало времени мама с дочкой проводят. Как правило, общение близких людей напоминает общение дельфинов. Это «Уху-ху-ху-ху-ху-ху-ху-ху-ху-ху-ху-ху-ху-ху-ху-ху-ху-ху-ху-ху-ху-ху-ху-ху-ху-ху-ху-ху-ху-ху-ху-ху-ху-ху-ху-ху-ху-ху. Вот я здесь и сейчас лучше. Мне с моими детьми сложно такой диалог представить, потому что, чтобы они меня спросили, нравлюсь ли я им. Они абсолютно уверены, что они просто идеальный вариант. что во мне недоработано, а у них уже это все готово. И в этом ваше счастье родителям? Может быть, да. Вы говорили, что становитесь все более консервативным с возрастом. Вообще ценности. Что вы транслируете своим детям? Знаете, давайте топ-3. Топ-3. Порядочность, открытость, воля. От чужого мнения зависите? От чужого мнения поскольку-постольку. Я, слава богу, недолго помню, я не самый умный чувак на свете и поэтому у меня фук-фук-фук, как у рыбки Дори. Три секунды и опять взрослите. Память короткая, да. Ну и следующий вопрос, исходя из этого, да, Иван Иванович, вы часто называете себя дураком? Вообще ошибки признаете? Признаю, признаю. Ну, ничего странного, собственно говоря. Я приводит хаосит. Что? Что? Хаосит. Это переводите. Дитя хаоса. Мы в квантовом веке. Мы уже трезво осознаем, что не работают законы физики, как раньше утверждали. Вот они не работают в своем окончательном варианте, только применительно вот к нашей, очень небольшой экумэне. А там дальше начинается хаос, может быть все, что угодно. Из этого возникают случайности, парадоксы, из этого возникает личность. Потому что мы живем не на механических конструкциях, мы не односложно-составные, мы... Но все равно должна какая-то направляющая... Меня? Сама жизнь, честно говоря. Вот я по жизни знаю, что мне надо обеспечить детей. Я не знаю, почему мне их надо обеспечивать, честно говоря, но я знаю, что надо. Я знаю, что я должен приложить все усилия, чтобы сделать Оксанку счастливой. Я не знаю, зачем мне это нужно. Но вот так я вот... Как вы говорили, многодетные отцы, они как волки-падальщики. Да, волки-падальщики. Мы все время... Я могу в толпе сразу понять, у кого больше трех детей. Это... Это... Взгляд, не знающий жалости и покоя. Я должен детям обеспечить образование. Я... Прилагаю все усилия, чтобы выглядеть в их глазах обстоятельно. Но думаю, мне не очень это вот... У меня это получается, потому что дети в меня пошли. Они присыщены скепсисом. Ну, таким здоровым. Они с улыбкой относятся к окружающему. Ну, зато их не особо трогает и стресс. Вы уверены в себе, человек? Ну, я не запаривающийся на этом. Потому что, ну, совсем быть уверенным, это тоже показатель нездоровой психики. Это, ну, это самолюбование какое-то, нарциссизм. А неуверенным, это тоже оборотная сторона. Бог в мелочах, дьявол в крайности, говорил Гёте. Так что и нужна золотая середина. Где-то нужно уверенно идти, потому что, если ты это будешь делать неуверенно, ты упадешь, сорвешься со скалы, чего-то не доделаешь. Где-то нужно сомневаться, где от этого зависит судьба или жизнь других людей, или дело твое. То есть, все в комбинации хорошо. Вам в жизни бывает скучно? Скучно? Да нет, собственно говоря. Я всегда нахожу, чем заняться. Всегда? Всегда. Это удивительное качество. Мне даже кажется, это счастье. Это алчность. Мне жалко, что я понимаю, что мы все живем чуть-чуть вот так, как муравьи по времени и потерять время на то, чтобы скучать. Спасибо большое за интервью. Спасибо. Было очень приятно. Я был конструктивен, наверное. Но я бы вас обманывал. Несколько хаотичен. Но тем не менее. Если бы я был другим, я бы вас обманывал. Спасибо большое. Спасибо вам. Спасибо.